Всем привет! Подождем, пока появится наша чудо-демонстрация. В принципе, с чем мы приехали? Мы приехали не только с идеей. У нас 4 человека, мы приехали из Минска. Идея у нас – генерация контента для раскрасок. То есть раскраски для взрослых. Это довольно популярная тема. Почему мы считаем, что это круто? Потому что только за третий квартал этого года это мобильное приложение на этой семейце заработали 18 миллионов долларов, не считая рекламу. Мы подошли к этой проблеме с двух сторон. Мы, соответственно, это импорт для канала Эйнбука, картинок самих пользователей и стилизация изображений тоже пользователей. Так как у нас два разработчика, мы разделили задачу на две платформы. iOS и Android. Соответственно, вот Pattern Stylish пошел на iOS. У нас сейчас подключен Android, поэтому мы быстренько сейчас включим демо, которое мы запустили на iOS. Там тоже в итоге получилось два применения. Так вот. Соответственно, сама сиплитация происходит в локальном устройстве. Это наш iOS-возработчик, Саша. И вот то, что сейчас вы видите, оно происходит все локально на устройстве. Получили фидбэк классный от менторов вчера. Улучшили фичеринг деталей лица. В итоге получается вот такой вот прикольный контент. Соответственно, если работать с сервером, изображение изображается на сервере. И там новые стили создаются уже на сервере. Изображение получается похоже, но совершенно другое. И там гораздо больше вариантов, чего можно придумать. Но в принципе, изображение там и там получается пригодными для раскрашивания. Это очень прикольно для взрослых людей, которые хотят уйти от стресса, позалипать и получить такие прикольные примеры. Возвращаемся к импорту на Android. То есть это уже дальше живое приложение, которое тоже сделано полностью здесь. Мы увидели, что в приложениях, которые уже сейчас есть на рынке, пользователи не только раскрашивают, но любят быстро получать результат. Поэтому мы добавили порядка 26, не помещается на экранах, порядка 26 различных стилей. Ну, я думаю, что в принципе, вы похожие такие вещи видели в письме и в других приложениях. То есть это все добавлено здесь прямо, во время хакатона нашей команды. Ну, их довольно много. И, собственно говоря, что получается с импортом? Что мы сделали? Мы комбинировали довольно большое количество именно фильтров, нейроночка, которая используется для стилизации, и различные параметры. В итоге получается, мы считаем как бы результат вот такой, например. И вы видите внизу, есть довольно большой, в общем, какие-то параметры, которые пользователь, в принципе, может настраивать, улучшать качество итогового изображения, которое он потом пойдет раскрашивать. Время. Ну, все. Поплодисменты. Спасибо. Ну, сейчас, возможно, будут уточняющие вопросы. Ужри. Кто в команде еще? В команде четыре человека, два разработчика, iOS и Android разработчик, специалист по, ну, по дата-сайтист, у нас есть депланированный, и я, как бы, я отвечаю за продукт, за бизнес, ну, с таким вот, ну, продакт-мэндусом. За деньги. Оба продукта уже есть, там обои платформы работают. Да, это все одно вот. Android – это живое дело, а, соответственно, просто записано видео с iOS, можно посмотреть. Единственное, что, куда развиваться дальше, то есть, чтобы отказаться у пользователей от вот этих всех сегментиков и так далее, вот там нужно, ну, где можно обучить дата-сайти, для того, чтобы либо на базе пользователей, которые уже там работают с этим, распознавать изображение и сразу применять оптимальный результат, который, соответственно, будет выдавать сразу же без всяких настроечек. Это все работает на телефоне? Значит, на телефоне работает вот вся часть. Значит, на iOS, то, что мы смотрели, есть часть, которая работает на сервере, вторая. То есть, мы тут показывали, там больше разнообразных стилей, но все остальное работает на кайп на кайп на кайп на устройство. То есть, все работает на кайп. Спасибо. Еще вопросы? Уже ли есть вопросы? Как продукт-мэндер, как бизнес-мэндер. Это Катон уже? Нет, конечно, ну, на самом деле, на самом деле, мне кажется, с вашей огромной базы пользователей, открыто направление, для того, чтобы пользователи залипали, это с точки зрения бизнеса, я вижу большую перспективу в этом, потому что взрослая аудитория, она классно в этом залипает, это очень ремансирует и так далее. Здесь есть части, которые можно быстро умышлять, здесь есть части, которые нужно улучшать, ну, больше. Выкатить на какую-то часть аудитории, чтобы собрать тот же самый датасет и не размечать его вручную, это вполне уже можно сделать, например, в течение 10. Еще вопросы? Ваши аплодисменты.